Не прошло и месяца с начала продаж стартовой линейки райзенов третьего поколения, как уже появилась информация и о других процессорах, которые, к слову, также достаточно быстро поступят в продажу. Параллельно с тем засветилась синяя ноутбучная шестиядерная новинка Core i7-10710U, турбобуст которого составляет практически 5 ГГц, но поможет ли это Intel вопрос отдельный, ведь выручка компании уменьшается. Короче говоря, обо всем этом и многом другом я вам сегодня расскажу в очередных новостях технологии, но прежде хотелось бы вас попросить, ребят, подпишитесь на канал, я думаю это совсем не трудно, достаточно нажать всего-то на одну кнопку, ведь практически 60% всех просмотров идет без подписки, что конечно печально, а также жмите на колокольчик, дабы быстрее всех узнавать о выходе новых видосов. Это меня очень порадует и конечно же прибавит мотивации. Начать хотелось бы с приятной новости для владельцев красных видеокарт, вышел драйвер Radeon Adrenaline 19.7.3, рассчитанный на повышение оптимизации в новеньком Wolfenstein Youngblood, который как раз таки совсем недавно вышел в стиме и на других платформах. Что интересно, FPS действительно вырос в среднем процентов на 10.15 и зная AMD, наверняка в других игрушках также будет небольшой прирост производительности процента на 2.3, так как в каждом драйвере они так или иначе правят общую оптимизацию. И та же RX 570 сейчас ее обходит практически в каждой игре, именно за счет того, что красная компания дает долгую поддержку своим видеокартам. Ну и конечно важно понимать, что в консолях используется Polaris и поэтому в принципе проводить подобную оптимизацию не так уж и трудно. Ну а если вы задумывались о покупке дешевой видеокарты той же RX 570 или какой-нибудь 1060, а может 1070 или вообще о хорошем комплекте материнки плюс процессора, обязательно стоит заглянуть в паблик ВКонтакте Sale Graphic Cards. Это мои хорошие друзья, через которых я лично покупал парочку видеокарт для знакомых и один блок питания, причем по реально крутым ценам. Так что не ленитесь, заглядывайте в описание, там админ эпизодически продает видеокарты по себестоимости, что получается реально дешево. Различные конкурсы проходят и конечно же приятный ассортимент, а также вы всегда можете задать вопрос или сами что-то продать. Повторюсь, ссылочка в описании первой строкой. Ну а что же касательно новинок от AMD в нашей любимой Евразийской экономической комиссии, точнее на их портале, появилась документация о целых трех новеньких райзенах третьего поколения. А именно в седьмом 3.700, в девятом 3.900 и в внимании пятом 3.500. Везде, к слову, ничего не сказано о количестве ядер. И если в случае с 3.700 и 3.900 мы понимаем, что там будет 8 ядер, а там 12, то в случае с 3.500 вероятнее всего это будет 4 ядра на 8 потоков. Причем, что характерно, это не иксовая модель, где само собой должен быть вполне себе адекватный ценник. Я думаю в райне 140-150 долларов. И в общем-то с учетом того, что это 7 нанометров, Zen 2 и все такое, мы получим очень неплохой, бюджетный и в то же время вполне себе игровой процессор. Да, конечно, на сегодняшний день было бы лучше получить 6 ядер на 12 потоков, или же можно просто 6 как у 9600К, но я думаю и 4 на 8 потоков в принципе хватит. Просто с небольшим запасом. Интересно, конечно, было бы узнать и другие детали данной модели процессора. Удвоится ли там кэш третьего уровня, сколько его будет в принципе 16 мегабайт, или может даже еще больше. Плюс, конечно, очень хочется рассчитывать на поддерживаемые 3200 МГц для памяти сразу из коробки. Хотя, конечно, в случае с частотами у такого 4 ядерника, за неимением икса можно рассчитывать на максимальный турбобуст в 4 ГГц. А базовая частота может быть 3,5 или же даже 3,4. Зато именно за счет того, что ядер немного, пониженные частоты и все такое, можно получить TDP даже ниже 65 Вт. Хотя именно данная цифра заявлена на портале ЕЭК. Также есть вероятность, что данный процессор не получится купить в розничной продаже, а AMD его для начала выкатили сугубо для готовых сборок. При этом, конечно, в случае как с третьим Ryzen 2300X и пятым 2500X, позже, через какое-то время, может месяца через 3, а то и через полгода, пятый Ryzen 3500 таки появятся в продаже. Хотя мне все равно хотелось бы верить, что красные не допустят ошибку, как в случае с прошлым поколением. И сразу расширят ассортимент, дабы у покупателя было больше выбора в магазине. А что же относительно других моделей, обычного седьмого Ryzen 3700 и девятого 3900, они также могут быть рассчитаны либо под полностью готовые сборки, либо же вообще для отдельных настольных ПК корпоративного класса. Хотя, конечно, в последние обычно идут модели с припиской PRO, и такие тоже появятся в количестве трех штук. Пятый – 3600 PRO, седьмой – 3700 PRO и девятый – 3900 PRO, где обычно занижены частоты и TDP не превышает 65 Вт. Короче, я надеюсь на то, что 3700, 3500 и 3900 без приписок X и всего такого появятся в продаже со сниженной стоимостью в сравнении с X-овыми версиями. Я бы, кстати, с радостью взял именно 3700 процессор, дабы не переплачивать за этот пресловутый X. Между тем, производители чипов 3D NAND памяти сообщили о плавном переходе на 96-слойную компоновку. Уже к концу этого года 30% от общего производства 3D NAND памяти придется на 96-слойные чипы, а в 2020 году эта цифра должна будет превысить 50%. Кроме того, производители считают, что 96-слойный дизайн надолго не сохранится, и они достаточно плавно перейдут и к 128-слойной памяти. Скорее всего, уже к концу 2020 года, может быть началу 2021, чипы будут делать в большей степени 128-слойными. А для тех, кто не в курсе, что это нам даст, сейчас постараюсь объяснить. Чем больше слоев, тем более низкие получаются производственные затраты и больший объем хранения данных. То есть по итогу, получается, снижается себестоимость готовых изделий. А сами по себе, такие действия выходят выгоднее как для производителя, так и для покупателя. Короче говоря, как минимум по направлению SSD-шек со временем стоимость все-таки будет уменьшаться. И даже если сейчас имеется небольшой рост и может до конца года стоимость поднимется процентов на 10, в течение 2020 года неизбежно произойдет снижение цен. А к 2021-му это будет еще ощутимей. Однако, какую историю мы получим по направлению DRM-памяти, это, конечно, вопрос отдельный. Ведь там скоро появится и новый стандарт DDR5, который будет значительно дороже DDR4. И процесс удешевления явно случится не быстро, а года так за полтора-два. И еще и Южная Корея воюет с Японией по направлению именно DRM-памяти. Так что здесь я не могу ручаться за неизбежное снижение цен. Оперативка и правда уже подорожала, дорожает и не факт, что будет дешеветь. Параллельно с тем, в базе данных Geekbench'а засветился i7 10-го поколения. Пусть мобильный, но все же. Относящийся к 14-нанометровому плюс-плюс семейству Comet Lake U. Модель эта, можно сказать, самая старшая 10710U. И исходя из всей линейки Comet Lake U, этот процессор будет единственный на 6 ядер и 12 потоков. Однако я не могу с уверенностью сказать, что со временем не появится какой-нибудь 720U или 730U, где будут частоты поинтереснее и также 6 ядер на 12 потоков. В любом случае, данная новинка на сегодняшний день возглавляет линейку Comet Lake U, которая должна прийти на смену Whiskey Lake U. И рассчитаны данные процессоры, как и старое поколение, так и новое, под компактные готовые ПК. За счет чего мы по итогу получаем и небольшую базовую частоту, всего-то в 1610 МГц, и 15 Ватт TDP, ну и в то же время, что интересно, турбобуст до практически 4,7 ГГц. А также, что еще приятно, целых 12 МБ кэша третьего уровня. Данный процессор должен прийти на смену i7-8665U на 4 ядра и 8 потоков с похожими частотами, но, естественно, с меньшим кэшем, потому что ядер меньше. Хотя, что там, что там, теплопакет одинаковый, и с учетом все-таки 6 ядер на 12 потоков, 15 Ватт TDP, это очень круто. Однако, я думаю, за счет того, что турбобуст получается реально большой, устройства с таким CPU будут греться куда больше. Но, в любом случае, Comet Lake получается интересный, и я надеюсь на скорый ответ со стороны AMD, ведь у них до сих пор нет мобильного процессора более чем на 4 ядра. Хотя, как раз таки менее, чем через полгода на CES 2020 AMD должны будут показать Ryzen 4000, именно ноутбучные 7-нанометровые, где должно быть ядер 6-8 точно. Думаю, 8-ядерники все же менее вероятны, но вот 6-ядерные APU-шки под ноутбуки с очень большой долей вероятности должны будут появиться. Ну, а что же касательно выручки Intel во втором квартале 2019 года, ситуация получается, скажем, не самая лучшая. Да, не такая уж и плохая, но практически по всем направлениям имеется спад в среднем от 5 до 15%. А что же касательно чистой прибыли, она упала на 17% с 5 миллиардов долларов в прошлом году во втором квартале до 4,2 в этом году за такой же период. Да, с одной стороны, потери совсем не глобальные, но если вдуматься, то действительно конкуренция со стороны AMD все ощутимей и ощутимей. Хотя, конечно, стоит глянуть на квартальный отсчет красных, который появится со дня на день. А на этом все. Сегодняшние новости заканчиваются. Надеюсь, вам было интересно. Делитесь своими мыслями в комментариях. Обязательно ставьте лайки, мне очень приятно их видеть. И вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочка на которую есть в описании, где, к слову, прямо сейчас проходит розыгрыш ключей на закрытую бету игры Deadside. Всем спасибо и пока!